Сегодня появился повод вспомнить февральские новости Санкт-Петербурга, а именно кражу крупного бриллианта с одной из ювелирных выставок среди бела дня. Тогда по горячим следам задержали двоих преступников, граждан Китая. Еще один успел перебраться в КНР вместе с камнем, который с тех пор никто не видел. Но теперь выясняется, речь не просто о трех злоумышленниках, а о достаточно крупной китайской банде из провинции Хунань, работающей по всему миру. Бывало, что на европейских гастролях ее участники за минуту крали драгоценности на полмиллиона долларов. Называют их розовыми пандами, по аналогии с фильмом «Розовая пантера», где тоже фигурировали похитители алмазов. Правда, в кино преступников все-таки наказали, а вот в реальности шансов на хэппи-энд совсем немного. Спецслужбы Европы и Азии признают, панды практически неуловимы. Почему, выяснял Артем Потемин. Артем, приветствую. Добрый вечер. Ну вот ладно, в Европе не могут найти на них управу, но в самом Китае тоже не ловят? Действительно, пока не очень спешат. Более того, поговаривают, что у розовых панк есть высокие покровители из числа спецслужб и даже чиновников. Вес похищенного бриллианта больше трех карат. Если быть точным, то 0,62 грамма. Размер не то чтобы выдающийся на рынке, попадаются алмазы и свыше 10 карат. Но все же, стоимость такого камушка 80 тысяч долларов. Это чуть менее 5 миллионов рублей. По снимкам и параметрам, указанным в каталоге фирмы-продавца, злоумышленники заранее сделали муляж бриллианта. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как к стенду сначала подходит девушка. Она внимательно рассматривает камень, успевая виртуозно заменить его на подделку. Оригинал незаметно передает своему сообщнику. Он делает движение рукой, будто вытирает губы. На деле прячет драгоценность в рот и удаляется. Однако в этот раз сотрудники службы безопасности все же заподозрили неладное. Мошенников задержали, но алмаза у них уже не оказалось. Вскоре выяснилось, что была еще одна соучастница гражданка Китая, которая в тот же день улетела на родину вместе с добычей. Эксперты уверены, подобные кражи устраивают по заказу конкретного покупателя. Для настоящих ценителей бриллианты Made in Russia в представлении не нуждаются. Есть так называемая русская школа огранки. Она предполагает, во-первых, идеально точную разметку камня, идеально точные грани, очень хорошую полировку. В общем-то, качество изготовления. В Китае в последние несколько лет настоящий покупательский бум в отношении предметов роскоши. Многие, естественно, не хотят афишировать столь крупные траты и обращаются к услугам перекупщиков на черном рынке. Там и скидку дадут, и конфиденциальность гарантирована. Голландскими экспертами, которые занимались этой проблемой, ворот оценивается в несколько сотен миллионов долларов в год. Насколько точны эти цифры, очень сложно сказать, поскольку действительно такие группировки работают под очень серьезным прикрытием. Со сбытом краденого особых проблем не возникает. Имея нужных знакомых, всегда можно сделать новый паспорт для камня взамен якобы утерянных документов. У нас в мире существует всего две крупнейших биржи. Одна находится в Израиле, другая находится в Гонконге. Соответственно, люди, которые приезжают на эту биржу, они хотят приобрести бриллианты. А на бирже может выставить бриллиант любой, в том числе и частный. Поэтому доказать природу происходящего бриллианта очень сложно, но на нем же нету гравировки. Да и в искусстве контрабанды. Китайцы хитры на выдумки. Драгоценности они провозят не только в собственном желудке, но и вплетая в косы, либо прячут целые колье в веревке, которыми обматывают ящики с официальными грузами. Все риски окупаются с лихвой. Пересечение границы с ювелирными изделиями, энергоценными металлами и камнями официальным легальному гражданину не совсем выгодно, потому что это обременяется еще раз с пошлинами, а приобретение на территории Китая это обременяется налогами, это дороже. Корни этого бизнеса стоит искать в китайской провинции Хунань, еще со средних веков считающийся одним из самых криминальных регионов. А последние 15 лет местные умельцы профессионально подделывают драгоценности. Возможно, там же сделали и копию пропавшего в Петербурге бриллианта. В России по факту кражи, конечно, возбудили дело и запросили помощи у Пекина, однако шансы вернуть алмаз, по всей видимости, ничтожно малы. Веками выстраиваемая в Поднебесной преступная сеть до этого крайне редко давала сбои. Артем Потемин о том, кто такие китайские розовые панды.